Самое страшное это прокрастинация. Ой, что-то надо было сделать и как бы бла-бла-бла-бла-бла. В попыхах волосы дыбом. Ну ладно, я лукавлю, конечно. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина Летучева. И я сегодня хочу поговорить с вами про самоорганизацию. Мой день складывался так, что я огромное количество времени тратила впустую из-за того, что не понимала, за что хвататься. Начинала прокрастинировать, зависать в инстаграме. А под конец вечера пожрать себя за все это, что я могла сделать что-то полезное за день. И в общем сегодня я расскажу вам свой подход, который помог лично мне организовать свое время, организовать свой день и понять, как мне двигаться. В первую очередь вам нужно понять, для чего вы хотите стать более организованным человеком. Какие у вас мечты, что именно вы не успеваете. Для меня это какие-то бытовые базовые вещи. Например, я хочу себя классно чувствовать. Для меня это здоровый сон. Для меня это спорт. Для меня это каждый день куда-то двигаться, расти. Я хочу заниматься английским языком. Я хочу ходить на какие-то курсы и развиваться в тех областях, которые доставляют мне удовольствие становиться в них профессионалом. Когда вы для себя определите вот эти точки, для чего вы хотите освободить время, вы должны представить себе свой идеальный день. Тут самое важное не просто идеализировать этот день, а попробовать запихнуть туда все те задачи, которые вы обязательно должны выполнить, и понять, где у вас освобождается время, которое вы можете потратить на те моменты, которыми вы хотите заниматься. Это может быть домашняя тренировка, я не знаю, время, которое вы проводите с семьей, чтение книги и так далее. Я себя прям прописала по пунктам. Все, что мне нужно обязательно сделать. Например, я встаю в 8.30, у меня есть 10 минут. Немножко попрокрастинировать, немножко отдохнуть. Может быть, проверить свой инстаграм или почту. Делай все, что хочешь, но у тебя есть 10 минут. Я иду в ванну, начинаю потихонечку приводить себя в порядок. Я умываюсь, чищу зубы. В это время вы, наверное, уже знакомы с моим постоянным лайфхаком. Я стараюсь приседать. Сейчас у меня такой предновогодний марафон. Это 50 приседаний каждое утро и каждый вечер. В общем, либо во время чистки зубов, либо сразу после. И смысл в том, что когда ваш день реально начинается, когда вы садитесь работать, вы уже сделали для себя очень много. Знакомлю вас с Google календарем. Он выглядит вот таким образом. Его можно скачать и на телефон, и на ноутбук. И очень удобно, что здесь можно пригласить кого-то навстречу. Здесь автоматически фиксируются даже вылеты. То есть, если вдруг вы покупаете что-то, и у вас Google почта есть, он сюда будет вставлять какие-то приглашения на мероприятия. Вас могут позвать друзья. Вы можете создать приглашение сами. Можете расписать расписание на весь день. И видеть его на месяц. Это самое удобное, что называется, по сути дела, планер. Также вы потом можете сократить его и посмотреть свое расписание на неделю. Прямо по времени, когда у вас есть освободившиеся промежутки. И здесь также можно вот так сделать отдельный день, чтобы удобно тоже все посмотреть, зафиксировать. Это примерная схема, которую вам нужно написать ровно один раз. И она поможет вам структурировать все свои обязательные дела за день и ввести их в ежедневную рутину, не пропуская никаких важных дел, которые вам важны для души. Когда вы проживете свой идеальный день, я уверена, что вы войдете во вкус. Попробуйте прожить так не один день, а всю неделю. Когда вы проведете так где-то около трех недель, все это входит у нас в привычку. Знаете, есть такой психологический трюк заставлять себя что-то делать изо дня в день на протяжении 21 дня. И это входит как в автомат в вашу жизнь. Поверьте, это работает. И даже несмотря на то, что иногда мне приходится корректировать свое такое расписание, у меня есть опять-таки какие-то рамки, какое-то время, какой-то определенный список дел, которые у меня в голове есть. А если я его забыла, я могу заглянуть всегда в эту же табличку. На самом деле мозг работает так, что когда мы что-то пишем от руки, намного лучше запоминаются все дела и задачи. Поэтому если вам удобнее использовать именно ежедневники, мой любимый из Stradivarius, можете оформлять его как угодно. Здесь расписать также можно по времени. И я люблю пользоваться, как я уже объяснила, именно планерами, чтобы видеть, какой день у меня свободный, вечер, когда у меня какие планы. Раньше здесь расписывала все по видео. Сейчас я это делаю в электронном виде. И тут также есть листы, в которых можно расписать уже более подробно. Там какие-то свои идеи я сюда записывала. Или более четкое расписание с утра до вечера. Когда у меня полностью прописан этот план, прям по минутам, я уже понимаю, что к шести часам, если я не буду отвлекаться на дела, никакие посторонние, у меня освобождается время, например, на английский язык. Или на спорт, или на книгу. И я каждый день могу потратить вот эти полтора часа на то, чем я хотела бы заниматься. Вы сможете выделять время на тот же инстаграм. Просто я понимаю, что если я просижу там не 30 минут, а 50 минут, то я не успею демонтировать. Потом я не успею поужинать с мужем. Потом я не успею позаниматься спортом. И в итоге под конец вечера опять-таки нет чувства выполненного долга. Нет того кайфа, что день прошел продуктивно. Я уверена, что будет получаться не сразу. Например, будет сложно подвинуть режим. Если вы привыкли к определенному ритму жизни, и не нужно себя загонять и сразу пытаться все это сделать. Точнее, пытаться надо, но мы делаем это постепенно и не грязем себя. Можно ставить прям какие-то будильники или напоминалки, что вот пришло время следующей задачи. Утром вы садитесь, смотрите, какие дела там, может быть, что-то нужно переставить местами. И у вас все будет четко идти. Самое страшное – это прокрастинация. Когда вы не понимаете, за что хвататься. У вас тут какое-то дело, тут какое-то дело. И в итоге, знаете, как я такая, ой, что-то надо было сделать. И как бы потом Инстаграм мне показывает, вы сегодня провели там 30 минут времени. И ты даже не понимаешь, куда это время ушло. Когда, опять-таки, вы определите, что жирает все ваше свободное время, которое вы можете потратить более продуктивно, вы можете его как-то ограничить. И нужно полностью его вырезать, если это вам доставляет удовольствие или если вы так расслабляетесь. Если вы тратите на Инстаграм 2 часа в день, поверьте, такое возможно. Прямо в самом Инстаграме есть функция делать напоминания, когда я провожу в Инстаграме больше какого-то времени. Я себе отметила 30 минут. Это тоже мне помогло, потому что в какой-то момент у тебя включается лампочка «Алина, уже 30 минут!» А кем-то вам реально интересно следить. Кто-то помогает вам развиваться, вдохновляться. И это очень круто. Но из-за постороннего шума, мусора, я не знаю, как это сказать. Возможно, вы на кого-то подписались ради конкурса и так далее. И теперь вы тратите больше времени на то, чтобы дойти до нужной вам информации. Просто один раз сядьте и почистите ваши подписки в Инстаграме, потому что вы не будете засорять свой мозг ненужной информацией. Вы будете смотреть только на тех людей, которые делают вас лучше, или просто вы кайфуете от них. Это очень сильно помогло мне. Поэтому у меня не так много подписок в Инстаграме, несмотря на то, что у меня много друзей. Но так бывает. Иначе я просто буду проводить там столько времени, что не буду успевать жить. Если все идет по плану, то в 10 у меня начинается рабочий день. И всегда по понедельникам я расписываю свое расписание на неделю. Вот это самое важное. Когда вы имеете какую-то долгосрочную структуру, которая вам понадобится для того, чтобы не проворонить никаких дел. Когда мне приходят какие-то задачи, и мне нужно сдавать статьи, видеоролики для каких-то сайтов, так как это моя побочная работа. А оказывается, что я проворонила тот момент, когда мне нужно было снимать, когда мне нужно садиться за монтаж. И я уже вижу только ту дату, когда мне нужно сдавать. Все мои дела шли на 10 место. Я не успевала делать то, что я запланировала в этот день. И в последний момент снимала, сдавала, монтировала. В общем, в попыхах. Волосы дыбом. В 2 часа ночи я ложусь. Следующий день тоже идет на берекосяк. И в итоге я планирую, в какой день мне нужно начать снимать, в какой день нужно сесть за монтаж, чтобы распределить как-то эту работу, и в какой день сдать. Таким образом, я вижу свой план на неделю, на месяц. Смысл всего этого разговора в том, что я себя чувствую намного лучше, потому что я правильно питаюсь, хорошо сплю, успеваю делать все свои дела, и даже больше. Я лукавлю, конечно. Помните, что любой план даже в плане еды может сэкономить для вас какой-то бюджет, потому что у вас не будет опять-таки лишних трат на обед, если вы приготовите чуть больше еды на завтрак и возьмете ее с собой в контейнере. Организация и планирование – это самое важное, чем вы можете себе помочь. Ни один другой способ за всю мою жизнь не давал мне таких результатов. Вы научитесь ценить каждую минуту и каждую секунду своей жизни. Вы будете ее проживать. Я верю, что успешные люди – это те, кто ввел привычку создавать свой идеальный день и проживать его именно так, как они это видят. Это, на самом деле, намного проще, чем нам кажется. И я вам настоятельно советую попробовать этот трюк. Всех целую, обнимаю. Надеюсь, я сегодня была для вас полезна. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok